Привет, красавцы и красавицы! Это я, Романович. И сегодня в этой посылке находится айфон 12 в мире андроида. Осень. Кайфовое на самом деле время года. Кайфовые осени могут быть разве только что осенние распродажи. И чтобы не прогореть в этой адской карусели халявы, я пользуюсь следующими вещами. Первое. Это кэшбэк-сервис, который мне помогает возвращать часть потраченных денег абсолютно с любой покупки в более чем одной тысяче интернет-магазинов. Я им пользуюсь целый год, но когда начинаются распродажи, я его использую вдвойне, потому что там на распродаже повышенные бонусы, потому что именно там специальные промокоды. Все это нужно 12 месяцев в году каждому человеку, который любит интернет-шоппинг. Ну и, конечно же, без этого абсолютно никак не обойтись на главных распродажах этой осенью. Ссылки будут в описании. Устанавливайте расширение и регистрируйтесь в кэшбэк-сервисе от Letyshops. Идеально! Идеально запаковано! Просто максы идеально! Этот пакет я должен сохранить, я просто обязан сохранить, потому что потом в этом пакете же вам какой-либо смартфон там или еще что-то мы разыграем на канале. Вся эта фигня разыгранная уезжает вот в таких пакетах, чтобы до вас там, неважно где вы живете, даже если не в России, чтобы до вас все нормально доставили. Эти пакеты я сохраняю вот здесь вот на полочке. Ну как на полочке? На полу. Вот! OnePlus 8T! Нихера себе огромная, красивая такая красная упаковка. Как тебе лично? Красиво, да? Вот реально! Вот когда ты, когда ты смотришь там типа iPhone 12 выкатили вот в этой вот тоненькой коробке и такой типа ну и чё? Ну и чё, блядь? Ну взяли, отрезали коробку вот так вот вдоль и все в принципе на этом осталось. Кто еще? Ну наверное кто-то скорее всего из семейства Oppo делает, из семейства BBK правильно сказать. Кто-то делает наверное тоже в таких коробках, но я впервые вижу такую огромную коробку. Серьезно, здесь просто еще не хватает этой флага коммунистической партии Китая. Вообще тогда бы смотрелось максимально символично. Вот реально подобрали цвет прям четко. Смотрите, яблочники опять же. Кто мне сейчас скажет, что типа у вас даже китайские телефоны открываются через жопу. Вот у нас айфоны открываются серьезно. Давайте посмотрим. Я не буду сейчас топить за андроиды. Скажу честно, мне нравится как айфон открывается. Но не дотягивает пока, да. Вот пока айфон 12 в мире андроида не дотягивает, к сожалению, хлястик сорвался. Хотя может быть и руки у меня такие. Блин, это тактильный какой-то невероятный кайф. Просто, просто дикий красный гроб. Открываем его. Здесь у нас еще раз, да, встречает надпись 8T. Это распаковочка. Это цмак. Вот это все. Вот это вот красота. Сейчас мы с вами продолжим об этом говорить. Значит, хотел бы я сразу о цене поговорить, которая вас ждет. Значит, OnePlus 8T, который мы сейчас распаковываем, будет стоить на распродаже 39 546 рублей. И если в доллары, то сейчас я вам подробнее скажу. Здесь где-то должна прогрузиться картиночка. Вот она, пожалуйста, картиночка прогружается. На распродаже все это дело будет стоить 499 баксов. Плюс, конечно же, для каждой страны есть свои купоны. Вот в частности, например, для России есть купон уросейл. Он отнимает еще от этой стоимости 3000 рублей. Ну и есть, конечно же, возможность 42 бакса скостить с помощью спецкупонов. Но давайте скажем откровенно, в эту бодягу уже никто не верит. Поэтому я вам здесь не буду заливать, что вот с помощью спецкупонов вы еще 42 бакса отобьете. Ни черта. Давайте скажем откровенно, что 100% на что вы можете рассчитывать, это на российскую цену получается где-то около 36 тысяч рублей. Возможно, еще там курс доллара поменяется, около 36 тысяч рублей. Ну и также, еще совсем недавно вышла вот такая вот красота. Была совсем недавно мировая премьера OnePlus N10 5G. Это смартфон на сетях пятого поколения. Бюджетный смартфон от OnePlus, если 8T для вас будет не сильно по карману. Здесь будет цена, смотрите, 23 тысячи 900, точнее 692 рубля. Это обычная цена, в смысле 11-11 стандартная. Плюс также вы можете применить специальный промокод. Здесь он у нас для России, события на 1800 рублей. Но, кстати, я еще увидел здесь более интересный купон. Вот он на 2377 рублей от самого магазина. Лучше, наверное, будет его применить. И получается, эту мобилу вы сможете унести практически за 20 тысяч рублей. Сам OnePlus 8T вот такой вот красавчик. Мне получается вот такая вот расцветочка выпала. Китайцы отправляли, поэтому я не мог предвидеть, что там будет изумрудное. Либо будет вот такой вот серебристый мокрый асфальт. Оказался серебристый мокрый асфальт. Смотрится максимально строго. Без вот этого, знаете, последнее время уже поднадоевшего дешевого градиента. Смотрится просто максимально строго. Задняя крышка. Как всегда, гадание на зубах. Блин, очень похоже на металл. Боюсь ошибиться. Серьезно, боюсь ошибиться. Но она такая достаточно холодненькая. Но 100% хочу сказать то, что она матовая. Очень достаточно приятное обрамление камеры. Вроде бы ничего особенного не сделали. Но это гораздо приятнее смотрится, чем на условном Samsung Galaxy S20, который у меня в этом году был. Вот как-то она гармонично сюда залетает. Ну и... Да, металлическая окантовка. Вот это вот кайф. Ну и главное достоинство iPhone 12 на Android это наличие вот такого огромного адаптера. Вам не надо покупать отдельно это все. Сразу все есть в комплекте. И самое главное, что просто зацените эту надпись. Это быстрая зарядка на 65 ватт. Этот смартфон поднимается за 45 минут полностью. То есть на сотку. Ну, собственно говоря, он прогрузился. Это стандартная, действительно, Oxygen OS. Ничего здесь совершенно такого нового я не увидел. Сразу прилетело обновление. И я решил, недолго думая, в принципе, обновление это установить. Потому что там показывалось, что они пофиксили баги по поводу камеры. Там еще какие-то системные проблемы были приведены в порядок. Пока вот он обновлялся. Пока я сейчас в данный момент начал выкачивать Antutu. Я уже скачал Instagram. Я как-то так, знаете, аккуратно. Мне еще нравится, я в своем съемочном павильоне могу себе дать такую возможность, что здесь не сидеть на стуле. Я пошел на диван, прилег и начал это все дело устанавливать. И чувствую, руку печет. Я вам, значит, только что здесь сказал, что этот смартфон не греется при зарядке. Хорошо. А что тогда вам, пласт? Я не пойму, с вами происходит. Как лучше будет, чтобы вам было это видно. Давайте потихонечку мерить. Где-то в области камеры разогревается. Смотрите, 37, 37, 37, 37. Вот где-то вот здесь вот прям точка кипения. Вот видите, 37,5. Вот где-то примерно около 37 градусов. Казалось бы, я еще никакие даже тесты не делал. То есть, вот сейчас запустим Antutu, а Antutu, напомню, что сам меряет температуру у смартфона в момент теста. И вот там крайне интересно будет посмотреть на цифры. Возможно, Snapdragon 865, который здесь установлен, ну, не совсем такой белый и пушистый, как он мог бы казаться. Внимательно смотрим на этот график. И что мы видим? 43,9 градуса. То есть, практически 44 градуса смартфон набрал по температуре при, конечно же, нехеровой такой нагрузке. Что же касается корпуса. В момент Antutu мы решили и температуру корпуса замерить. Там мне удалось результат самый максимальный зафиксировать. Где-то 41 с небольшим градусом. Там прям резко температура проскочила на пирометре. Вы сейчас в данный момент посмотрите. Ну, что-то вот ближе к 42 градусам, что тоже прям очень-очень горячо было, по крайней мере, тактильно. Что касается у нас результатов. 575 тысяч попугаев, практически 576 тысяч попугаев набирает OnePlus 8T в Antutu. Adreno 650 отвечает за графику. Разрешение экрана осталось на прежних щах. Full HD+, никаких 2К сюда, тем более у 4К не завозит. Оперативка здесь LPDDR 4-го поколения, но с приставочкой X. Это хорошо. Четырехканальная. И зацените, у нее прям достаточно очень-очень неплохая частота 2.1. Здесь поставили накопитель, в отличие от предыдущих поколений OnePlus, которые выходили весной, но ближе к лету. Здесь уже поставили накопитель UFS 3.1. Все сейчас производители постепенно на своих таких более-менее там флагмана переходят на UFS 3.1. Ну потому что UFS 3.1 считается такая память флагмановская. Вот поэтому и пытаются они на это перейти. Единственный вопрос, наверное, у вас и в том числе у меня. Почему сюда не поставили Snapdragon 865+, которое было бы логично для осени, для конца года 2020-го? Здесь, наверное, компания все-таки решила разгрузить свои ангары с процессором Snapdragon 865 обычным, которого, возможно, они закупили в избытке. Не знаю, как это объяснить, но либо просто хотели удешевить эту модель. Что касается самого дисплея, здесь 6,55 дюйма, 6,55, если проще говорить. AMOLED стоит матрица, достаточно приятная картинка, ничего плохого про этот дисплей не могу сказать. Ну и самая главная его фича, это 120 Гц частота обновления. По поводу этого самого блока камеры. Основной модуль стоит на 48 Мп, здесь Sony IMX 586. Могли, наверное, модули посерьезнее завести, но почему-то ребята на этом моменте ограничились. Возможно, они постарались как-то больше программно в этом плане влупить. Хорошо. 16 Мп, широкоугольный ствол, вот это вот меня уже радует. Я думаю, что, возможно, даже это будет более-менее приятная картинка. На 5 Мп влепили мокруху. И 2 Мп у нас всего, это монохром. Ну и фронталка, по традиции, уже 2020 года, вот такой вот маленький глазок. Хотя, в принципе, его можно было бы сделать и меньше. Не сказал бы я, наверное, все-таки, что он прям дико маленький. Он здесь на 16 Мп. Не стали они, опять же, делать в OnePlus 8T сдвоенную фронталку. Они решили ограничиться вот таким вот глазком. Записывает она, как мы видим, 4К 60 фпс. Вот это вот очень радует, потому что процессор, опять же, поддерживает возможность записи этой. И есть у нас оптическая стабилизация. То есть, прям так и пишется в Antutu, Optical Stabilization поддерживается. Ну и пару слов по поводу батарейки. 4500 мАч сюда завезли. Это я уже сказал. Быструю зарядку поддерживает. Пару слов по поводу оболочки. Oxygen OS 11. Это первый смартфон компании. Именно на этой оболочке. Я, честно говоря, особых каких-то изменений не увидел. Последний у меня смартфон был от OnePlus. OnePlus Nord в этом году. Ну, сколько там? Ну, 2 месяца назад. Там, получается, была предыдущая версия Oxygen OS. Я, честно говоря, ну, ничего не увидел. Интерфейс у OnePlus меняется достаточно слабо. То есть, стандартный вот этот вот свайп сверху. Все эти иконки, размеры настраиваются без проблем. Шрифт тоже размер можно настраивать. Тоже никаких вопросов нет. Верхняя шторка. Но, блин, ну, наверное, специалисты, те, кто постоянно пользуется OnePlus, скажут здесь, какие есть изменения. Но для меня это такая же верхняя шторка, как была и на Oxygen OS 10. То есть, каких-то прям таких изменений, чтобы вы залетели и прям тут же их обнаружили, я, честно говоря, не увидел. Да даже вот интерфейс настроек, да. Ну, блин, опять же говорю условно, плюс-минус остался на прежних щах. Есть цифровое благополучие, есть родительский контроль. Ну и все остальные вот эти вот навороты вы прекрасно знаете. Конечно же, есть темная тема. Ну и что касается Always On Display, то как такового прям Always On Display я не нашел. Может быть, я херово искал. Вот что у меня, в принципе, получилось. Не знаю, можно ли я считать, это Always On Display. То есть, ты делаешь небольшое вот такое поднятие и тоже, опять же, заставка на выбор, какую захочешь, такую сюда и примастыришь. Просто зацените, какой здесь шикарный звук. Просто объемное звучание. В те же самые танки играть одно удовольствие. Это несмотря на то, что я вообще ни разу не танкист. Просто вообще ни разу не танкист. Танки играют только вместе с вами вот здесь вот на тестах. Но не могу отрицать, что это просто невероятный кайф. Играю я на максимально настройках возможных, то есть на ультрах. Полностью включены тени, включены все всевозможные там спецэффекты. Короче, на максах играю. Без каких-либо проблем это можно делать. Потому что, ну, все-таки Snapdragon 865 очень хорош. Ой. Слушайте, это я опасно сделал. Все, они меня зажали. До свидания, короче. До свидания, ребята. Я за камень. Ну, а теперь мы с вами залетаем, ну, просто вообще по жиру. Dead Trigger 2. Здесь у нас графика очень высоко. Детализация графики. То есть это все. Это максимально возможные настройки. Ну, и самое главное, что в этой игре меня лично привлекло, это 120 кадров в секунду. 120 FPS. Поэтому применяем все эти настройки. Вылетаем. И просто сидим, кайфуем. Вот зачем нужен смартфон на 120 герцах, на 120 FPS. Здесь можно вот такие вот вещи проворачивать. И ты реально просто, просто будешь кайфовать от игры. Это никак не сравнится с тем, что ты играешь там на 60 герцах. Вообще никак не сравнится. То есть, к примеру, на айфоне, который ты отвалил 80 тысяч рублей, да, максимально, сколько ты можешь, игру. Какой бы там не был максимально возможный мощный процессор Bionic A14, но максимально возможная игра, которая у тебя пойдет, это всего лишь 60 FPS. Все это, максы, возможно. Но там может быть какая-то нереальная графика. Там может быть... Так, сейчас мы его пристрелим. Там может быть хорошая детализация. Но факт остается фактом, что в играх еще вот этот вот эффект присутствия дается благодаря хорошей герцовке дисплея. Здесь 120 герц, и здесь у тебя эффект присутствия, но просто максимально возможный. Просто ты кайфуешь. Это надо пробовать, это надо смотреть. Ну вот мы с вами и встретились. Я потестил камеру, и мне надо сделать какие-то выводы. На самом деле крайне тяжело делать выводы по поводу вот этого ценового сегмента, потому что у меня нету много девайсов, опыта многих девайсов 2020 года вот в этом ценовом сегменте. То есть до 40 тысяч рублей. Я примерно представляю, да, там как фотографирует какой-нибудь условный Honor 30 Pro, который... 30 Pro Plus, который был у меня в этом году, но он все-таки выше 40 тысяч рублей стоит. Я, конечно же, знаю, как фотографировал там iPhone 11, который у меня был. У меня в этом году был Galaxy S20. Я тоже знаю, как он фотографирует. Но этого всего недостаточно, но, к сожалению, этот телефон немного в другом ценовом сегменте. И вот знаете, когда ты берешь какой-то бюджетник и смотришь, типа, о, нихера себе, а он близок вот к этим ребятам. Такой, типа, да, это хорошо бюджетник фотографировать. А вот есть такая особенность вот у этого ценового сегмента, что он чем-то похож на среднебюджетный ценовый сегмент по качеству фотографий. И ты такой смотришь на это все и говоришь, блин, слушай, а мой Poco X3, ну, не такой херовый, да? Вот хотя Poco X3, как мне кажется, достаточно очень нехеровые снимки делает. И вот от этого очень тяжело судить. Мерила как такового нет. Но давайте я попробую. Я скажу так, что мне не понравились снимки, которые получились у меня здесь в помещении, в съемочном павильоне. Не знаю почему, просто как-то вот тут, ну, они, ну, ни о чем. Вот прям реально проходняк не зашли. Если бы мне когда-нибудь эти фотографии показали и не сказали стоимость смартфона, я бы, наверное, проголосовал за среднебюджетный ценовой сегмент, где находятся Realme 6 Pro, Realme 7 Pro и всякие Redmi Note 9 Pro и так далее. Что касается ночных фотографий, вот здесь вот, конечно, да, уже посерьезнее. Здесь бюджетники так не могут фотографировать. Мне понравилось, как он сумел сделать ночную фотографию, вот где Ильинична стоит. Вот прям хоть и засветил он сзади за счет того, что я тапнул на нее и чуть-чуть поднялся баланс белого, насколько я... Я поставил и Google камеру сюда. Наверное, если говорить в целом, мне в камере OnePlus не нравится резкость. Причем, что я бы сказал, что она мне изначально не нравилась, когда еще у меня было предыдущее поколение. Последним, чем я пользовался, это OnePlus 6T. Это, если мы говорим из флагманов, вот получается через одно поколение OnePlus 8T у меня теперь. И, понимаете, опять же, такая же самая петрушка, резкость у фотографии чересчур. Вот прям реально получается иногда вырви глаз, вот сейчас я вам пример покажу, то есть, но вот-вот-вот-вот, блин, это не мое. Вот я бы, наверное, так это обрисовал. Мне нравятся другие алгоритмы обработки, наверное, OnePlus-овский алгоритм, это не мое. Хотя, может быть, вам эта тема понравится, но одно вы должны знать, что фотографирует он на ценовой сегмент ниже 40 тысяч рублей. Точно, будьте уверены, не выше. Смотрите, если бы я его увидел за 45 тысяч рублей, я бы прошел мимо. Если бы я его увидел за полтенек, 100% прошел мимо. А вот от 40 тысяч рублей и ниже эту мобилу можно рассматривать, потому что здесь есть все, что нужно современному человеку. Он, на самом деле, практически нафарширован по последнему писку моды. Да, наверное, я бы не советовал таким завсегдатаем, хороших снимков, отличных селфи. Если для вас она где-то вот на второстепенном уровне, то вам 100% эту мобилу можно рассмотреть, потому что 120 Гц есть, хороший процессор на борту есть. Батарейка, в принципе, достаточно неплохая, хотя при 120 Гц очень и очень нехерово она жрала. Здесь сразу хочу заметить, 60 Гц, конечно, вам помогут ее сэкономить. Стереозвучание шикарное, есть, что еще, очень крайне быстрая зарядка. Ну и самое главное, есть быстрая оболочка. Плюс, кстати, OnePlus, один из немногих смартфонов со своим Oxygen OS, которые до сих пор оставили запись разговоров. На этом сегодня и все. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть честные, правдивые обзоры. Ну и ставьте на колокольчик, чтобы ни одно видео следующее мимо вас не проскочило. На этом теперь уж точно все. Все, давайте, красавцы. Пока.